21 июля прошлого года. Улица Зубковой. Участок между домами 27 корпус 3 и корпус 4. Здесь водитель Лады Вестой по официальной информации совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Местные жители в один голос уверяли, что давно просили установить в этом месте пешеходный переход. А это уже, дескать, второй труп за неделю. Пора бы. По просьбам жителей и с учетом мнения госавтоинспекции установлена сниженная скорость. До 40 км в час установлен комплекс фото-видеофиксации в районе дом 27 корпус 4 по улице Зубковой. У нас там на протяжении нескольких лет фиксировалась повышенная аварийность. В том числе были ДТП с смертельным исходом. После установки комплекса именно на данном участке дороги ни одного ДТП, в котором погибли либо пострадали люди, не произошло. Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в вопросе установки камер фото-видеофиксации тесно взаимодействует с госавтоинспекцией. В ГИБДД делится статистикой, какие участки дороги наиболее опасны. Например, камеры могут появиться на участке дороги, если там произошло 3 ДТП одного вида или 5 ДТП разных видов. Параллельно тестируют новый мобильный комплекс фото-видеофиксации «Автоураган». Как можно понять из названия, комплекс этот мобильный и свободно перемещается по городу. Маршруты регулярно изменяются. Все маршруты во взаимодействии с подразделением госавтоинспекции, они прорабатываются, согласовываются и изменяются в зависимости от изменения аварийности. То есть, соответственно, там, где мы видим рост аварийности, комплекс перемещается именно на эти участки дорог. Потому что основная задача – это все-таки не зафиксировать нарушения, собрать штрафы, а предотвратить их. Потому что профилактика правонарушений – это основной фактор снижения аварийности на дороге. Расположены камеры у проблесковых маячков. Дополнительно они оснащены функцией кругового обзора. Отслеживают эти камеры и превышение скорости, и выезд на встречную полосу движения, и езду без ближнего света фар, и многое другое. Сколько машин, оснащенных комплексом автоураган – пока секрет. Известно только, что ездят они по всему городу, чтобы правонарушений было как можно меньше.